Итак, последнее, что нам нужно для работы над сайтом Bootstrap, это jQuery. Bootstrap работает только с jQuery, поэтому мы должны включить ее в наш сайт. И есть два способа сделать это. Вы можете использовать CDN, сеть доставки клиента, чтобы получить доступ к копии jQuery, либо через Google, на серверах которого есть самая последняя версия jQuery, или через сайт jQuery. Или же вы можете загрузить копию jQuery и запустить ее на своем компьютере. В рамках данного курса я собираюсь загрузить копию jQuery для локальной работы. Преимущество этого варианта заключается в том, что мы сможем работать с jQuery даже без подключения к интернету. Таким образом, я нажму кнопку для загрузки jQuery. На этой странице мы скачаем самую последнюю версию jQuery. Вполне возможно, что к тому времени, когда вы будете смотреть это видео, самой последней версии будет не 1.11.0, но в этом нет ничего страшного. Вы также можете скачать одну из предыдущих версий jQuery, скорее всего она будет работать нормально. Но сейчас мы собираемся скачать самую последнюю версию jQuery, которая находится здесь, и у нас есть два варианта. У нас есть сжатая производственная версия и не сжатая рабочая версия jQuery. И мы скачаем сжатую производственную версию. Сжатая в данном случае означает минифицирование, если вы знакомы с этим термином. Это значит, что из кода JavaScript были удалены все пробелы, абзацы и так далее, благодаря чему размер файла намного уменьшился. Если вы решите использовать не сжатую рабочую версию, то она будет работать так же. В ней сохранено форматирование для удобства чтения, так что вы сможете посмотреть код библиотеки и разобраться, как он работает. Сжатую версию читать очень трудно. Тем не менее, размер файла не сжатой версии гораздо больше из-за пробелов и абзацев, которые в нем сохранены. Для экономии места на диске, особенно если вы используете мобильное устройство, я рекомендую работать со сжатой версией. И таким образом, если я просто нажму на эту ссылку, на экране появится весь код сжатой версии jQuery. Итак, на своем компьютере я кликну по ней правой кнопкой мыши и выберу «Сохранить ссылку как». Опять же, это я делаю в Chrome. Если вы используете Mac, вы можете вызвать то же самое меню, нажав «Command-клик». Или, если у вас Mac-устройство с двумя кнопками, кликните правой кнопкой, и у вас появится опция «Сохранить ссылку как». Я же просто сохраню эту страницу как файл. Я перейду на рабочий стол и выберу мою папку Bootstrap, а в ней папку для JavaScript.js. И сохраню этот файл здесь. По умолчанию он называется jQuery.js с номер версии .minimum. И вы также можете видеть расширение .js в зависимости от того, как настроен ваш компьютер. Я изменю имя файла на jQuery.min, а расширение .js само подставится в конце. Опять же, если ваш компьютер с Windows настроен как у меня, он будет скрывать все расширения. Если ваш компьютер отображает расширение, тогда имя файла будет выглядеть как jQuery.min.js. Итак, нажмите на кнопку «Сохранить», и копия jQuery будет загружена. Просто убедитесь, что откройте папку bootstrap.js, и вы увидите здесь файл под названием jQuery.min с той же иконкой, что и для двух других файлов Bootstrap. Ей обозначаются файлы JavaScript. Итак, у нас наконец есть все для того, чтобы начать работать с нашим сайтом Bootstrap, к чему мы и приступим в следующем уроке.